Николай Маломуш, генерал армии Украины и руководитель службы внешней разведки Украины с 5 по 10 года, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, Николай Григорьевич. Добрый вечер. Ну что? Приветствую вас. Слава Украине. Героям слава. Как к разведчику, профессионалу с опытом наш первый вопрос. Насколько сложно вообще организовывать визиты подобного уровня, да еще и в условиях войны? Много ли вы помните примеров, когда президент Соединенных Штатов посещал страны, в которых ведутся активные боевые действия? Вообще оцените всю степень рисков для организации подобного визита и оцените работу украинских и американских спецслужб. Как правило, когда идет масштабная война, президент США не выезжал в эти страны. Вот иногда там, где шли уже более локальные военные действия, он посещал страны неожиданно и только для встречи с военнослужащими Соединенных Штатов Америки. Это была демонстрация поддержки военных, политики США в этом регионе. Но когда боевые действия шли широкомасштабные, как в Украине, вот, ну, такого практики США практически не было. Поэтому данная ситуация, это исторический визит, он пока единственный в этом роде. И, конечно, он очень, я скажу, такой тяжелый и сложный в плане организации безопасности президента. Самое главное, в первую очередь, самой организации и оперативного обеспечения, и информационного, конечно, сопровождения, потому что все визиты, они обычно в такие горячие точки, а тем более сейчас в такой сложной ситуации, они делаются эксклюзивно, неожиданно для многих, включая, так сказать, многих руководителей США, Европы, Украины, но тем более России и других стран. Но тут были некоторые нюансы, которые нужно уточнить, конечно, потому что в данной ситуации не было гарантии, что в этот же период Россия, или получив уже данные во время визита, могут нанести какие-то упреждающие удары. Поэтому по каналам связи Служб безопасности и США, и России, соответствующие диалоги в отношении допущения каких-то эскалаций проведены. Это как бы был один из элементов, ну, такой неофициальной договоренности, если даже идет реальная конфронтация, не только холодная, но и горячая война. Есть каналы по линии разведки, которые работают постоянно, и, конечно, информируют даже противников в отношении тех или иных моментов, которые недопустимы в определенный период. Поэтому такой вариант имел место, я так понимаю, и даже Россию определили возможности последствия, если они будут наносить удары во время такого события. Вот там даже очень корректики не было, но то, что какие-то события будут происходить в Киеве с участием высокого уровня американских представителей, которые подлежат сейчас задействовать такого механизма, это, конечно, было доведено России. Но не только в плане договоренности, а в плане последствий, если она посмеет, я прямо скажу, какую-то или целевую атаку, или теракт, или какие-то другие комбинации, которые он умеет делать. Сам визит, конечно, он готовится несколько месяцев, прорабатывается вся и логистика, каналы движения, как он будет перемещаться в Европу, в какую страну, как, например, он будет посещать страну, которая будет стартовать, условно, Польша, дальше как он будет двигаться, и как будут дезориентированы, неофициально, официально даже никто не знает. Или он будет вертолетом, или поездом, или автомобильный транспорт на каких-то этапах. То есть эти все варианты отрабатываются, они доводятся даже до окружения в плане общей ориентации, но никто, за исключением нескольких руководителей безопасности и самих сотрудников безопасности, не знает, какой реально будет использован транспорт, какие маршруты, в какое время будут движения. Поэтому в данный момент вычислить, например, террористов, диверсантов движение президента очень сложно. И, конечно, пребывание в Украине. Это сложнейшая тема обеспечения, потому что в данный момент угрозы могут быть разные. Тут могут находиться агентура России, диверсанты, условно, даже если они, как-то Россия не права, выдаст ли ответственность, но могли бы быть какие-то неконтролируемые, условно, структуры, например, того же Пригожина. Какие-то террористические группы контролировали Россию, но, конечно, Россия никогда бы не признала, что такие группы где-то действуют в Украине под их контролем, тем более намечали какие-то теракты в отношении американского президента. Поэтому системная работа и службы безопасности Украины, разведок Украины, разведок и США, и членов НАТО, в плане обеспечения и движения по территории уже Европы, Украины. Это очень важная составляющая была по всем направлениям, по всем территориям. Это и оперативный контроль, места проживания проверяли, кто проживает, в каких квартирах, условия их, так сказать, нахождения там. Конечно, возможно, подозрительные лица или подозрительные предметы, тем более где-то схожие с вооружением, кто имеет оружие, даже наградное, например, или охотничье, это все берется под контроль или изымается даже на время. Ну и, конечно, уже пути исследования, они четко прорабатываются и безопасностью в плане движения транспорта, защиты президента бронированными автомобилями, вооруженные силы как раз службы безопасности президента, их могут быть до 600 минимум, только президента США, ну, соответственно, весь контингент службы безопасности Украины, управление государственной охраной Украины, вот, разведывательных органов, правоохранительных органов, то есть это совокупность всех факторов, которые задействовали уже момент пребывания в нашем государстве, чтобы было сделано в этот день. Поэтому защита чрезвычайна, она была высокого уровня, и, конечно, в этой ситуации задействованы системы ППО, очень мощно, системы противодействия радиотехнической, так сказать, модели, чтобы никто, во-первых, и не проник, и не, например, не изверг, какие-то взрывные устройства через радио, какие-то приборы, это тоже важно, это все глушилось на всех направлениях. Конечно, брались под контроль все подозрительные лица, которые где-то были в разработках, правоохранительных органов, службы безопасности, в первую очередь, те, которые могли где-то быть, ну, использованы или Россией, или даже по своим каким-то внутренним убеждениям могли пойти на какой-то теракт, то есть шансов, фактически, уже провести такую операцию не было. Поэтому я оцениваю ситуацию, как прошел визит, какая шла подготовка, она проведена, конечно, в высшем и оперативном, политическом, конечно, уровне, ну и, конечно, в плане безопасности задействована модель, которая позволила президенту США и президенту Украины выполнить все мероприятия, которые наметили, включая, и самое главное, где сложно, это возле Михайловского, на Сапельской площади, вот по путям движения, где более такой открытый простор, где могут быть находиться, да, не исключаемые граждане, вот, которые, ну, понятно, что они интересуются визитом, ну и, конечно, безопасности реагируют на любого гражданина, потому что они знают, кто это такой, как он будет действовать в той или иной ситуации, поэтому приближения особого президента тут также не было, потому что обезопасить, это ситуация номер один. Я думаю, что в данный момент и сам президент США оценивает составляющую встречу его и в плане политическом, оперативном, будущие, так, перспективы победы Украины, необходимые мероприятия и, конечно, модель безопасности, которые обеспечили пребывание на территории Украины по пути исследования и в самой столице Украины. По информации представителей Офиса Президента Украины, 9 часов Джо Байден находился в том числе в одном из поездов Укрзалезницы, это в том числе информация была конфиденциальной и сообщила американская сторона российская о том, что будет произведен визит в столицу Украины за полчаса до самого вылета Джо Байдена, что тоже говорит об оперативности и ультимативности этого решения, а никак уже не консультации с российской стороной. Добавлю, что интересно, воздушный шар, который называется Sentry и электронный самолет River Joint вели наблюдение за Киевом из воздушного пространства Европы, пока Джо Байден находился на территории украинской столицы. Николай Григорьевич, я вас спрошу, а почему, если все-таки вот как-то можно уведомить о том, что первое лицо совершит визит в зону боевых действий, Путин ни разу не посидел, линию фронта, зону боевых действий, то есть это все-таки означает, что влияния нет никакого, если сравнивать даже с влиянием Джо Байдена на такие вопросы. В чем причина? Ну, в первую очередь, мы находимся в состоянии реальной войны, поэтому приезд в президенты – это наша законная цель в России. США президент – это совсем другая большая разница, как говорят в Одессе. Американский президент независимый в данной ситуации, да, США помогают нам и понимают, что Россия агрессор, но она не находится в состоянии войны. И Россия не напала пока на США, а только на нас, Украину. И мы проводим все мероприятия по уничтожению противника. И организатор – это Путин. Поэтому в данный момент для нас он брак. Конкретный и в данной ситуации военные действия проходят под его контролем, мало того, за его инициативу и указаниям. Николай Григорьевич, но Путин не раз говорил, простите, что воюем, мы совсем НАТО, имея в виду Российскую Федерацию, коллективный Запад, вот Джо Байден, да, представитель... Это риторика. Это риторика, фактически идет война в Украине. Это реальный факт. И других фактов нет. Все остальное, что он воюет, там это образно. Да, он говорит, что потенциал всегда бросается вооружение, что там проводится разведдеятельность, но это не реальная война. Ни юридическая, ни фактическая, если мы говорим прямо. Вот фактическая война реально идет в Украине. И Путин напал на наше государство. Это реально. И в этой ситуации мы имеем полное право, независимо от того, это Путин или его заместители, или, например, министры попадают в зону действия, так сказать, наших вооруженных сил, он должен быть, или к нему приняться любые меры, вплоть до уничтожения. Вот, потому что основной организатор агрессии, конечно, Путин и, конечно, его подчиненные министр обороны, руководители спецслужб, поэтому это законные цели. Они не являются недоторганными. Да, и в этой ситуации даже никаких нет международных ограничений. Для него, Путина, есть только иммунитет, как главе государства, на политических, дипломатических мероприятиях. Ну, с теми странами, которые он сейчас не воюют, да, они не имеют права, даже если они находятся в конфронтации, понимая, что на агрессиях сейчас принимают какие-то действия. Мы находимся в состоянии войны, реальной войны. Поэтому и реальные действия в отношении россиян, они могут быть конкретные. Давайте на НАТО остановимся. Вот интересная деталь. Последний визит американского президента в 2008 году привел к тому, что Киев взял официальный курс именно на НАТО. Как вы думаете, по итогам этого визита можно ли ждать тектонических каких-то сдвигов? Ну, и на это, по крайней мере, наше военно-политическое руководство надеется. Вот Руслан Стефанчук ожидает, что приглашение, что нас пригласят на саммит НАТО в Вильнюсе ближайшем. Ну, уже имеется информация, что мы будем приглашены на саммит НАТО в июле месяце этого года. Вот. И, конечно, мы будем там и презентовать свою позицию, отрабатывать общие подходы в плане безопасности, в отношении все-таки победы над агрессором конкретно, и не только освобождение Украины, а формирование нового меропорядка. Мы фактически уже работаем и сотрудничаем с НАТО на уровне, прямо скажу, активного члена. И Украина, исходя уже из своего потенциала, в первую очередь, военного, военно-политического и авторитета в мире, уже занимает лидирующее положение в мире. И, соответственно, в блоке НАТО она играет также эффективную сегодня роль, тем более находится на переднем крае борьбы с агрессором. Поэтому в данной ситуации этот вопрос будет как бы рассматриваться и дальнейшее продвижение НАТО. Но, я прямо скажу, фактически мы будем уже работать по полной программе. И сотрудничество с НАТО и в военно-политической сфере, и в оборонной, и оперативной разведке, и в политической, то есть фактически как член. Но вот финализация ситуации по вступлению. Многие уже руководители, включая Столденберг, Ген Сиэко-НАТО, ряд лидеров Европы, они указывают, что реальный вступ, то есть завершение всех мероприятий по вступу, будет только после окончания войны, то есть после победы Украины. Вот эта ситуация сейчас находится в стадии активной дискуссии, изучения цели членов НАТО. Ряд членов НАТО не готовы принимать решения на Вильямском саммите в отношении вступа в Украину. Я думаю, что да, это будет хорошая презентация наша, хорошая дальнейшая модель взаимодействия. Еще в эти периоды, если мы к лету, тем более, я думаю, мы все-таки пробьем мощно фронт и пойдем в наступательные операции. Будет мощная поддержка НАТО. Но сам акт вступления, я думаю, немного будет позже. Потому что я еще раз подтверждаю, что зная хорошо позиции и в американском, так сказать, политике, политикам и в европейском, и в французском, и в германском, но тем более такие страны, как члены НАТО, как Греция, например, или Венгрия, они прямо говорят, что сейчас мы не будем голосовать, а там все-таки консенсус должен быть. К тому, чтобы пришли, мы поступили, я прямо скажу, нужно нам конкретно победа. Тогда нас будут просить все, включая вот этих названных стран, которые сегодня там пытаются создавать какие-то площадки для переговоров с перемирием, тогда этого не будет. Победа все решит. Тогда реальный вступ в НАТО. До того, я думаю, конечно, формализации вступа в НАТО в Украину не будет. Стоит отметить просто как ремарка, что и к победе, и к вступлению в НАТО нас ведут наши главные партнеры. Риши Сунак, премьер-министр Великобритании, сказал, что поддерживает желание Украины стать членом Североатлантического альянса. Будем надеяться, что вот это мнение большинства и решающих стран действительно станет ключевым. Спасибо вам огромное. Николай Маломуш, генерал армии Украины, руководитель службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы был в эфире канала Freedom.